Татьяна Витушева прилетела в Солнечногорск на вертолете. Место посадки берег Синежи. Здесь ее встречали сотрудники местного управления Госадомтехнадзора и руководство района. Объезд территории Солнечногорска начался с улицы Безверхова. Здесь на глаза главного инспектора областного Адомтехнадзора попал переполненный мусорный контейнер. Как выяснилось, эту территорию обслуживает управляющая компания УК СССР. Далее путь Татьяны Витушевой лежал военный городок Выстрел. В одном из местных дворов уже несколько дней лежат спиленные деревья. За территорию отвечает управляющая компания Союзстройдомуправ. Но земля и некоторые объекты по-прежнему принадлежат Министерству обороны. Визит продолжился на улице Дзержинского. В одном из дворов местные жители показали Татьяне Витушевой высокую нескошенную траву и разбитую тротуарную дорожку. Ответственность за эту территорию также несет управляющая компания УК СССР. У нас ни разу здесь не отпрашивали. Видите, заросли? Вижу, вижу. Детская площадка вот старая была. Ее увезли. И сломанная до сих пор. Обещали много. Ходил, защитой детей, так вы не поставили. Что делается? Вся вода отсюда идет. Мы не можем брать их к дому. Вот там, посмотрите, болото уже организовалось. Глава нам прилюдно пообещал под камерой, что вот эти вот палатки начнут заниматься вашими вот вешедворовой территорией. Кроме того, местные жители пожаловались на магазин, который в нарушении правил продает спиртной практически круглые сутки. В результате подвыпившие компании в вечернее время располагаются во дворе и беспокоят окружающих. Все жалобы Татьяна Витушева попросила внести в протокол и разобраться с ними в ближайшее время. Основная масса – это неухоженные, заброшенные дворовые территории. По словам местной администрации, проблема в управляющих компаниях, которые не должным образом исполняют свои обязанности. В микрорайоне Рекенцо-2 совершенно другая картина. На мусорной площадке стоят контейнеры для сбора пластиковых бутылок, которые впоследствии поступают на переработку на завод «Пларус». Здесь обустроенная хорошая детская площадка. Мне кажется, что здесь управляющая компания очень достойно содержит бутылок, более ответственные. У нас жители идут всегда за хорошим. Если мы делаем что-то для них, они будут поддерживать. Содержать как надо. В любом случае движение двустороннее. Затем Татьяна Витушева осмотрела новое здание, где планируют разместить районный отдел ЗАГС. Объект уже сдали. ЗАГС должен открыться 1 сентября. Территория относится к управляющей компании «Солжилстрой». А завершился объезд посещением Советской площади за территорию, о которой отвечает МУП «Зеленая планета». Мне понравилась центральная площадь Солнечногорска. Она была в хорошем состоянии. Клумбы, газоны. Я видела большое количество людей, которые там отдыхали. То есть центральное место отдыха находится в надлежащем хорошем состоянии.